Доброе утро, почтенные жители страны-спонсора терроризма. И жители окружающих стран тоже здравствуйте. Сейчас позавтракаем и начнём. Снова публикую номера карты Сбера, Тинькова и Юмани. Увы. Всем спасибо, кто поддержал. Спонсировать наш канал – дело доблести и геройства. Запомните. Не стесняйтесь, спонсируйте. Кстати, всё чаще говорят о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту. Дескать, прямой угрозы обвала валют в нашей стране нет, но возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов. В общем, будут грабить. Так что не жмите копейки. Вкладывайтесь в тушёнку. А теперь к новостям. Сначала без комментариев. Сообщают про большие потери ВСУ под Артёмовском. Ну, что-то не радует. Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка. Газпром собирается законсервировать оборудование для северных потоков. 28 ноября остановили работу Большого Андронного коллайдера из-за экономии энергии. Археологи нашли доказательства того, что в гладиаторских боях участвовали таксы. Теперь подробно. Начали обсуждать сдачу Крыма. Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания «Экономист». Здание указывает, что председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен в ближайшее время. В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое имя оружие являются ключом к тому, что возможен ли успех украинской стороны вообще. «Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием и привела бы к расколу с союзниками, которых он может позволить себе оттолкнуть», заключил «Экономист». А меня удивляет, что этот вопрос вообще обсуждается. Несмотря на некоторые локальные успехи, всё-таки это российские войска стоят по левому берегу Днепра и Донецкому Кряжу, а не наоборот. И в Крыму, желающих вернуть украинскую владу, ничтожно мало, в основном 2,5 миллиона населения полуострова уже сжилось с российской реальностью. Да и Донбасс, куда ещё в 2014, в том числе и при моём непосредственном участии, поступали российские школьные учебники, уже живёт к другой реальности. Уже поколение подросло, которое не считает героями Бандеру и Шухевич, а гитлеровских нацистов освободительными Украины. Давайте скажем прямо, сегодняшние украинцы – это совсем не советские украинцы, это совершенно другой народ. Не люблю этого слова, но культурный код за 30 лет поменялся старшее поколение уже не определяет основные направления настроений в обществе. А молодые люди, которые знают Польшу и Венгрию гораздо лучше, чем Россию, они другие. Ни лучше, ни хуже, просто другие. И зачем они нам нужны, а мы им? А в Крыму и на Донбассе люди живут российские, и отдать их чужим – преступления. Но я не знаю, берут ли в расчёт это обстоятельство люди, принимающие решения, как сейчас говорят. Ведь эти люди тоже – Лондон и Нью-Йорк – знают куда лучше, чем Кострому или Ростов. Производители призвали вернуть незамерзайку с метиловым спиртом. Национальный автомобильный союз призвал правительство РФ отменить запрет на производство незамерзайки на основе метилового спирта. Девски сейчас российским производителям метанола приходится продавать продукцию в Азию по низким ценам, чтобы не допустить остановки производства. Снятие запрета поддержало бы их. Чтобы люди не пили незамерзайку, в нас предложили добавлять в неё специальные присадки, которые сделают её очень горькой. Честно говоря, наглость, хуцпа. Метанол – это яд и сильный. Даже дышать его парами, они всегда есть при употреблении, вредно. Но нас убеждают, что интересы производителей отравы важнее, чем жизнь и здоровье. Ну, капитализм, чё? Что ж до присадок с горьким вкусом, когда это кого останавливало у нас? Сам метиловый спирт тоже ведь не поверил на вкус, но пьёт же. И со вкусом хины будут пить, только дай. Помню, в стройотряде выдали мне банку спирта. Нормального, медицинского. Но с такой гнусной присадкой очень было гнусно пить. Очень. Но ведь выпили. Правительство РФ борется с автомобилизацией. В России намерены сократить число мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутри квартальных территориях. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных Минтрансом для муниципалитетов. Парковку вдоль улиц планируют разрешить только в случаях, когда позволяет пропускная способность магистрали. При этом платить за парковку необходимо будет тогда, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест. Чиновник одного из региональных ведомств в разговоре с журналистами коммерсанта откровенно отметил, что новая методика разработана с целью сдерживания роста автомобилизации. Парковок в больших городах совершенно явно не хватает. Дворы перекрыты идиотскими шлагбаумами. А они требуют еще сократить число парковочных мест. И при этом, не стесняясь, заявляют, что таким образом борются с автомобилизацией. С электрификацией тоже борются. А с газификацией? Слава Богу, индустриализацию уже одолели. Можно еще дороги и мосты начать взрывать, чтобы не ездили. Я вот не знаю, есть у нас в УК статья о вредительстве. Мне кажется, надо выводить и применять пошире. Представлено самое дорогое лекарство в истории. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат Хемдженикс. Это первый препарат, предназначенный для генной терапии гемофилии. Его стоимость установила новый мировой рекорд. Самое дорогое лекарство в мире стоит 3,5 миллиона долларов за одну дозу. Интересно, и для кого его создали? Впрочем, на меня и куда более дешевый противоонкологический препарат Ервой тоже в свое время произвел неизгладимое впечатление. Всего-то 10 тысяч евро за дозу. Хочешь пожить еще немного? Продавай квартиру. На кой она тебе? Впрочем, именно так и лечатся сегодня в российских регионах, где нет возможности получить специализированную помощь по ОМС. Продают все и едут в Москву, где день лечения может стоить и 100 тысячи 300. Ну а про Хемдженикс и говорить нечего. Они и для миллионеров-то не по карману. Роскошный внедорожник Аурус Комендант пошел в Сирию. На заводе в Елабуке стартовало серийное производство российских внедорожников Аурус Комендант, первого российского внедорожника класса «Люкс». Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт. Менее чем за полтора года после открытия завода Аурус в Елабуге уже вводится в производстве вторая, абсолютно новая модель бренда. По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Комендант составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Цены на модель Аурус Комендант будут начинаться от 33,7 миллиона рублей. Молодцы! Можно продать 10 однокомнатных квартир в той же Елабуге и купить внедорожник отечественный. Хороший. Интересно, а как там с серийным производством танка «Армата» и других бронемашин на единой платформе? Башни уже приляпали, не? А истребители пятого поколения уже борознят небеса херсонщины. Ладно, а медицинские взводы уже оснащены транспортерами переднего края на банзе «Запорожца».